Родолог Губина грозит мне судом, Атаманша помогала блогерам уходить от налогов, Мари Сен стала верить в магию. Привет, подруги и друзья! Как у вас дела? У меня нормально. Ведь мы, наконец, собрали на этом канале 145 тысяч подписчиков. Правда, на момент записи ролика на канал подписано 145 тысяч и 11 человек. И вот эти 11 могут в любой момент подписаться, и на канале снова будет 144 тысячи. Так что, если вы еще не подписаны, то сейчас отличное время, чтобы это сделать. Тем более, я на днях получил 4 досудебные претензии от Родологини, и вам точно будет тут за чем следить. Также, пока мы еще не начали, поставьте лайк этому видео. Я пока помну антистресс, а вы поставьте лайк. И давайте начнем. Внезапно мне на почту прислали досудебную претензию от Родолога Губиной. И, как я понял, Ксения так расстроилась из-за моего видео про нее, что не смогла больше это терпеть. Как вы помните, Родология у Губиной это такое выдуманное учение, по которому все ваши проблемы связываются с предками. Например, вы не богаты, так это у вас в роду прадеда убили за богатство. И теперь в вашем семейном роду идет страх денег и все в таком роде. Подробное видео об этом есть на канале. И именно на этот ролик пришла первая досудебная претензия от Губиной. Так, внезапно с почты собакагубинарод.ру я получил досудебную претензию на целых 4 страницы, из которых узнал, что показав в своем видео сайт Губиной, я нарушил ее авторские права. Но больше меня заинтересовал пункт 3, который назывался порча части. И я так и не понял, какую именно часть Родолога я испортил. Левую, правую, верхнюю или нижнюю. В этом же пункте написано, что я в своем ролике сообщил недостоверные сведения о Губиной. Например, что она активно выступает, цитата, за несклонные ценности. И хоть в своем ролике я говорил, что она выступает за исконные ценности, но адвокат, видимо, это не расслышала. Также к недостоверным данным в этой претензии отнесли то, что Губина хорошо умеет врать. И что институт родологии это баловство. И за все эти нарушения родолог хочет получить от меня компенсацию в размере до 5 миллионов рублей. Но если вам показалось, что это все, то это не все. Ведь следом пришло еще 3 досудебные претензии от Губиной. Итого их от родологини у меня уже 4, и я просто перестал тратить бумагу на распечатывание всех этих претензий. Из новой претензии я узнал, что Губина хочет, чтобы я удалил еще вот этот пост из телеграма. И вот этот пост из ВК. При этом в ВК размещено видео, в котором Губина прячется от журналистов в туалете. Не понимаю, что ей в том ролике не нравится. А еще меня смутило, что самая свежая досудебная претензия у меня имеет номер 24. И у меня в сумме 4 претензии. Вопрос, кому Губина отправила еще 20 претензий. Ксения, кому ты там еще пишешь? Я думал, ты за исконные ценности выступаешь. А ты не только мне написываешь. В общем, я понял, что родолог Губина нашла на своем принтере кнопку включить. И давайте мы ей поможем найти кнопку выключить. При этом я мог, конечно, обратиться к нормальным юристам, но я решил выбрать более действенный метод. Скажем так, будем бить шарлатанов их же оружием. Давайте узнаем, чем закончится эта история для родолога Губиной. Давайте узнаем, чем закончится эта история для родолога Губиной. Будет сидеть на стульчике с пряником на голове. Я же хочу напомнить про свой телеграм-канал, в котором все новости выходят раньше. И там можно посмотреть на досудебные претензии, которые мне шлет Губина практически каждый день. Ссылка на телеграм будет в описании. Обязательно подписывайтесь. Я уже третью неделю хожу на тренировки к новому фитнес-тренеру. И на днях он сказал, что я успел занять у него последнее свободное окошко для тренировок. Ведь с июля он больше не берет людей на тренировки, так как у него клиентами занято все рабочее время. А места у тренера остались только на онлайн-ведение клиентов. То есть составление программы тренировок, рациона питания и контроль результатов. И что я вовремя успел к нему обратиться, иначе бы заниматься у него мог только онлайн. Но онлайн я уже занимаюсь. Делай домашние тренировки с лучшими тренерами на Фитстарс. Ведь на 23 год я поставил себе цель заняться своим здоровьем и поддерживать тело в тонусе. И лучшая платформа для этого Фитстарс. Тренировки здесь длятся от 7 до 30 минут в день. И для них не нужно докупать дополнительное оборудование. На Фитстарс уже более 1700 разнообразных тренировок по 120 программам. Похудение, растяжка, зарядка, йога, зумба, пилатес и многое другое. И все программы подходят для новичков. Ведь в тренировках на Фитстарс очень подробно объяснена и показана техника выполнения упражнений. А как вы знаете, физические нагрузки снимают стресс и помогают бороться с негативными эмоциями. С Фитстарс тренироваться можно с любого устройства, от телефона до телевизора. И у них удобный формат, смотри и повторяй. Также на платформе есть раздел питания с рецептами и расчетом калорий. Подписки доступны и обучающие курсы на тему здоровья, тела и ухода за собой. Под любой запрос. Здоровая стопа, тазовое дно, курс по дыханию и даже танцы. А для детей от 3 лет есть тренировки в игровой форме. И это отличный способ приобщить ребенка к физкультуре. Сейчас я тренируюсь по программе «Новая жизнь». Затем планирую делать тренировки для похудения. И тренировки мне нравятся. Я оформил себе безлимитную подписку. А по моему промокоду вы получите скидку 70%. То есть безлимит вам обойдется за 6 990 рублей. Также появилась беспроцентная рассрочка. И это выгоднее даже абонемента в спортзал и лучшая инвестиция в себя. А в июле также проходит акция «Бьюти июль с Фитстарс». Так, купив подписку и тренируясь, вы забираете гарантированные подарки. И можете выиграть один из 10 телевизоров на платформе «Салют». Акция действует с 1 по 31 июля. При этом тренировки засчитываются до 20 августа. Но не более 2 тренировок в день. Эта акция действует для тарифа безлимит навсегда. В «Бьюти июль с Фитстарс» вам необходимо выполнять задания, которые приходят в имейл-письмах и забирать подарки. При этом вы получаете и гарантированные подарки. Так, за 5 тренировок это будет гайд «Рацион питания на неделю» и бесплатная диагностическая сессия от «Диетологи Лайф». За 10 тренировок вы получите бесплатный доступ на 30 дней в женский клуб от тренера «Фитстарс» Ольги Дерендиевой. Этот подарок доступен только для женщин. За 15 тренировок вы получите промокод на «Бьюти Бокс» от «Нью Бьюти Бокс». А за 20 тренировок можно выиграть один из 10 телевизоров Сбир на платформе «Салют». Телеграм-канал Мэш написал, что готовится новое крупное дело блогеров. Видимо, до этого времени дело было не крупное. Ведь оказалось, что расследования в отношении Блиновской, Лерчик и прочих блогеров хотят объединить в одно из-за некой Атаманши, помогавшей всем инфо-цыганам уходить от налогов. Правда, мне при упоминании Атаманши представляется почему-то не блогерка, а совсем другой человек. Ведь как поется, говорят мы бяки-буки, как выносит нас земля, дайте что ли карты в руки, погадать на короля. И вот это новое дело блогеров может быть по серьезной статье «Организация преступного сообщества». Ведь женщина с позывным Атаманша ранее помогала блогерам уходить от налогов, а сейчас покрывает огромные долги Блиновской и Лерчик. Правда, Блиновской никто долги не покрыл. А Лерчики недавно все же внесли необходимые 311 миллионов рублей. И в свежем интервью они рассказали, что какой-то друг семьи дал Лерчикам в долг необходимую сумму. Но следователи в эту историю не верят, потому и планируют поискать здесь организацию преступного сообщества. Как говорится, короля их карта Бита бит и весь его отряд. Дело будет шито-крыто, карты правду говорят. Но почему вся эта история немного похожа на анекдот? Я не думаю, что какой-то один человек стоял сразу за всеми. Тем более человек с позывным Атаманша. А телеграм-каналы до того эту новость разогнали, что записали возможную Атаманшу даже Дмитрия Портнягина-трансформатора. Так можно шутить и дальше, и заявлять, например, что Атаманша это, допустим, Надин Серовский. А почему нет? Ведь нет же никаких причин, почему Надя уже второй месяц отдыхает за границей и возвращаться на родину не планирует или есть. В общем, расскажите в комментариях, кто по вашему мнению Атаманша и существует ли она в принципе. Я же хочу напомнить вам про свой Бусти, на котором выходят реакции на блогерские подкасты. И это не те реакции, в которых просто смеются со слов или поведение героев. Я же пытаюсь делать какие-то выводы от услышанного и вспоминать что-то интересное про блогеров. Ссылка на Бусти будет в описании. На канале Марисен внезапно вышел подкаст под названием «Во что нужно верить, чтобы быть успешным». А на обложке этого видео и вовсе было написано «Мы пробудились и начали жить». Как вы знаете или не знаете, Марисен уже много лет ведет личный ютуб-канал. При этом в 2017 году она организовала на ютубе реалити-шоу Иксолайф. А где-то в начале 2020 года запустила тикток-хаус Иксотим. Сейчас же Марисен беременна и живет в США. При этом тикток-хаус Иксотим формально не работает. А деньги зарабатывать нужно. Вот, видимо, она и придумала продавать курсы. Так, в своем новом видео Марисен впервые рассказала, что давно изучает и использует магию в своей жизни. Парень Марисен в подкасте заявил, что его мать умеет заговаривать травы. А третий человек в кадре, Гэри, утверждает, что видел магические способности Марисен. Также Марисен заявила, что мы живем в Матрице. И об этом будет их следующее видео. Видимо, придется подписаться. Также Мария анонсировала клуб Марисен, участники которого могут побыть в поле Марии и развиваться вместе с ней. При этом в новой соцсети Трэдс Марисен уже наперед рассказала, что мы все живем в Матрице, которая иногда Марис едает, но блогерка снова и снова выбирается. А еще Марисен поинтересовалась у аудитории, был ли Великий Потоп и не плоская ли планета Земля. Я же помню, что Александра Белякова в своей книге «На богатом» рассказывала, что Марисен является выпускницей ее курса об Эмани. И мол, Мариса работала 5 миллионов подписчиков в ТикТоке, потому что не боялась быть уязвимой. В общем, связалась YouTube-блогерка с имфо-цыганкой и стала волшебницей. И расскажите в комментариях, а не кажется ли вам, что мы живем в Матрице? Или где мы вообще живем? Настя Ли вышла замуж за продюсера запусков ее курсов. При этом блогерка не стала звать родственников в ЗАГС. Вместо этого Настя позвала разделить с ней радость учеников своего курса по заработку. И в итоге на фоне этих самых учеников прямо в ЗАГСе девушка записала видео, в котором зовет подписчиков купить последний поток ее курса по заработку под названием «Будкемп». При этом ученики на фоне кричали «Ууу!» Радуюсь то ли замужеству блогерки, то ли открытию продаж курса на свадьбе. Я же думаю, что после такой свадьбы с учениками Настя с мужем все-таки поехали на настоящую свадьбу. Да и удивляют меня ученики, которые все на словах уже стали миллионерами, а все еще ходят работать массовкой для чьих-то сторис. И расскажите в комментариях, о продаже чего вы открывали на своей свадьбе. Ну что, зайки, встречайте, заявила Виктория Боня, показывая подписчикам новую прическу И мы узнали, что Виктория сделала себе удлиненное каре и обновила цвет Боня даже попросила подписчиков проголосовать, идет ли ей новая стрижка Как будто если прическа не идет, это можно как-то открутить назад Затем девушка рассказала о своих дальнейших планах на внешность И пообещала, что подписчики будут в шоке Виктория даже попросила ее не отговаривать, потому что она уже все решила и просто хочет поделиться новостью И мы узнали, что Боня нашла хирурга, который делал пластические операции Белли Хадид и Кэндал Дженнер И Виктория решила у звездного хирурга сделать себе лисьи глазки При этом Белла Хадид уверяет, что операцию не делала, а просто использует тейпы для эффекта лисьих глазок Но Боня не хочет использовать тейпы, а сразу решила сделать операцию При этом хирург сказал Бонне, что она и так красивая Но сама блогерка считает, что после операции станет красивее Также Виктория долго думала, пугать ли подписчиков стоимостью этой процедуры Но все же решила напугать И мы узнали, что эта операция стоит более 20 миллионов рублей Сначала Виктория испугалась такой цены А потом решила, что операция ей все-таки необходима А еще мы узнали, что по мнению Бонни, ум это мысль, а мысль это мироизмерение И когда мы смотрим на мир, то мы его измеряем А так как ум это поток мыслей, а мысль идет из прошлого Прошлое же это воспоминание, а воспоминание мертво То Боня постановила, что когда мы думаем, то через нас протекает смерть И Виктория объяснила, что такое знание она дает на своих ретритах Ведь там происходит расширение сознания, а мозг в какой-то момент начинает плавиться Оно в принципе и заметно Александра Ветровшина дала совет подписчикам У которых проблемы с регулярностью ведения трекера привычек И рассказ этот начался с того, что привычки внедрять трудно Ведь первое время хочется пропустить новое действие Или вовсе забыть его сделать Но главное, когда ведешь трекер привычек, это стараться Чтобы галочки в нем появлялись как можно чаще А не корить себя за пропуск дня в привычке Ведь не нужно ожидать, что трекер будет вообще без пропусков Нужно стараться увеличить количество галочек в нем И Митрошина считает, что от одного взгляда на трекер привычек Дисциплина уже улучшается Поэтому трекер может даже лежать пустым Такое знание девушка назвала инсайтом При этом Александра уже сделала свое платное приложение С трекерами привычек под названием MoveUp И анонсировала не только выход приложения Но и старт продаж марафона по привычкам под названием Рывок При этом многие подписчики не оценили выбранный для приложения шрифт А кто-то даже не смог прочитать написанное Еще оказалось, что при оплате марафона сайт плохо работал А у покупателей списывалось больше денег, чем должно было Кому-то банк и вовсе заблокировал карту При попытке оплатить этот марафон Митрушиной Видимо, это был очень подозрительный платеж Даже для службы безопасности банка Или вселенная пыталась уберечь людей от ошибки Но несмотря на проблемы, за 15 минут с момента старта продаж Марафон купило более 800 человек И расскажите в комментариях, а готовы ли вы платить за трекер привычек Но помимо продаж курсов, Митрошина еще и отдыхает Так блогерка с друзьями-инфо-цыганами прилетели на частный остров на Мальдивах Для участия в вип-форуме парня Митрошиной При этом Александра показала в сториз погоду на Мальдивах со словами Осторожно, возможно, сейчас вы расходите на Мальдивы А все дело в том, что на островах сейчас не сезон И там идут дожди, да и вообще прохладно и ветрено Поэтому поездка на Мальдивы сейчас стоит намного дешевле Видимо, поэтому там и собрались блогеры-богачи на вип-рефреш При этом на острове Мария Афонина пообщалась с Гусейном Гасановым И после такого ее мозг был взорван от восторга Ведь блогерка никогда не видела такого мышления и такую заточенность на медийность, как у Гусейна Правда, подписчики Афонина ее восторг не разделили Еще каким-то чудесным образом даты проведения вип-рефреша на Мальдивах Совпали с днем рождения Митрошиной И этот праздник решили провести в розовом цвете В итоге день рождения, по словам парня Митрошиной, выглядел как картинка с Пинтереста А также являлся самым красивым событием дня А девушка, чье агентство организовывало этот праздник, назвала его вечеринкой года Еще мы узнали, что эскизы под этот проект делал искусственный интеллект Правда, в итоге оформление праздника было не сильно похоже на референсы Да, и на картинку из Пинтереста это было не особо похоже А после праздника Митрошина решила ответить на вопросы подписчиков И мы узнали, что Александра не знает, как ответить на вопрос о свадьбе Ведь это внутренняя часть отношений ее с парнем Но мы узнали, что о свадьбе они с парнем периодически думают Также девушка рассказала, что в последнее время у нее появляется все больше мыслей О рождении ребенка от парня Митрошиной При этом Александра считает, что хотеть ребенка должны оба партнера И, видимо, нужно ждать, когда парень Митрошиной немножко подрастет И расскажите в комментариях, а если бы у вас уже был один малыш То вы бы хотели родить второго Подписывайтесь на канал, посмотрите также вот эти видео Всем пока!